а будет ли как голубой котенок клубы был до голубой конец ты называешь а пока какой такой мы желат или он кота же код быка тоже в эти два к черт внутри есть бх лансер в доке это мышь короче где в доке она вышла ну в смысле конечно первая уже давно вышла вторая только сейчас ты потом патч выходит 722 называется так вот что у нас там окон по моему первый раз мы увидим на протяжении последних двух дней потому что он перма бани да да очень серьезный парень не значит он сейчас полета в соло но это кстати тройка возможно не обязательно мы видели тройку на дремлиге два раза если не ошибаюсь один раз от господи нет и в те кто там у нас играл замечательный храм он миндер он миндера компания брали себе как раз таки его не исполнял на дефолт на герои берут и не флексит ими тут огур будет субпорт точно просто флексии не сутулись до тени вторым пиком от инфеймос изи комбо много урона плюс атак спид поддержка на лосы героя которому пойти вперед что-то протанчить огур впитывает в себя кит заклинания начинают подстанчика тени врывается угроза на сложной на сложной линии нежелательно иметь ватных коров у магнуса в трупе каткол начало просто забирает на себя одного саппорта тени стоит и бьет деревом ну и сейчас все знают что это магнус который пойдет на центр или не обдурит и поставят его другой может пойти куда угодно надо может пойти в легкую центр может пойти сложно может быть как оффлайнером так и мидер ну лимб круто отыграл он прям и центр выиграл у тинкера вот так вот где-то в полтора попал полтора раза гриппом магнус игре очень умирал магнус еще круче тренда напряка тренд используют корни игроки могут нажать бкб манту и продолжить птицу магнус дает рп и пока ребята находятся рп яйцо стоит и взрывается там речь поменьше да ну а потому что сам по себе рп так сказать поэффективнее в лейте плюс импоуэр то есть импоуэр как не крути но слишком хороший балл для любого кора ну как по мне рановато прям power kill любого здесь кола еще да еще раскроет свой потенциал при помощи этого маркера энви вот совсем сейчас не запариться у нас снова манки кинга который хорош против тени на лайне и все как предыдущей игре будет ну подожди еще типа непонятно прочь кого он будет играть в корах да то есть ты еще видишь только оградение ясное дело что не может точностью предполагать линв банят ммс у мк слишком хорошая сочетаемость фениксом феникс ставят яйцо и допустим кто-то побежит бить яйцо тот мк оставит арены нужно выбирать меньше из двух зол то есть либо стоять в арене мк и бить яичко либо просто убегать а если ты убегаешь что магнус делает паровозик чага чага прямо к яичку обратно надеюсь не последний в поляну так луна по предпоследним банам от комплекса и сейчас придумают что ты инфеймос и касательно колов могу сказать наш димон что их может до финала остановить карма 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 потому что и герри вчера опростоволосился когда играл против форс него give up это слово просто самого при себе уже является каким-то совершенно спеллингом в русском языке кто карма нет а что он опростоволосился я имею ввиду когда последний раз кто-либо слышал в эфире у хаба опростоволосился опростоволосился напишите троечку если вообще в жизни вы никогда не использовали четверочку если его использовал ваш прадед он именно опростоволосился и что он получает давление от комьюнити всего и он понимает что за его игрой сейчас смотрят смотрят и если он будет опростоволосился и дальше по игре только его просто размажет насколько же интересная катка и насколько же классные пики что потрясающе хоть что-то потрясающе пики смотри забанили зомби значит что значит у картине во флэне инфа сотка потому что им очень неприятно стать против персонажа он дики по двоим бам-бам-бам титан будет пород инфоимы с ним уже играли кстати через шиша это было кстати недавно на днях они его как-то по-хитрому стоят это вчера кстати титан был у нас у нави в последней игре короче смотрелось вроде неплохо с точки зрения идеологии потому что рыбой против них был и соответственно и че удара неплохо мог работать но там был залив от других людей никто им называется на б заканчивается на ю я не буду говорить о том кто это вот но это все отдельные темы настоящий как раз best of 3 обсудим пока infamous набирает вот все что контрится фениксом магнусом то есть там два мощнейших героя против миличников то есть я вот уже вижу как встает яйцо она горит и 3 миличника бегут его сторону то есть они должны подбежать вблизь чтобы убить яйцо а там магнус а там магнус да и мне очень нравится мк вот почему вот сейчас его не берут потому что рано можно не торопиться можно взять просто хорошего саппорта надежного на легкую линию так как там будет огоры тени и обороны сильны и огорсти не очень сильные они то есть огора забирает на себя одного саппорта еще допустим дают баф тени тебе рот бревно и месяц любого кора нам еще гормак вернется рано или поздно но титан он же обычно в сложность ходят стакает и за счет стаков душит на другую линию он не может пойти в теории можно на легкую что-то сделать но мне кажется это все таки будет титан плюс тени в оффлайне что-то такое или титан плюс огур в оффлайне потому что сейчас infamous тени на легкую поставили вот в общем по разному можно как-то вот я титана не вижу на какую-то другую млайне кроме оффлайна слишком там все круто ну что стакаешь там стакаешь сам тысяч тысяч заходи забегаешь прям под вышку и душишь вот на легкой это менее возможно потому что там как-то больше терпит что ли а тут ты можешь пропушить тавер враги будут прям под вышкой ты их бабах уроном подвесить вообще эта тема с титаном очень классно почему так мало команд чизают а димон потому что титан ситуативен ну да там это он хорошим приятный герой против т.б. вот хотел сказать но дуб это пока нет сейчас будет не расстраивались ребята мне кажется тайтан просто ужасно ситуативен не только с точки зрения пиков но еще и просто-напросто в сетапе не так легко его реализацию и ну внутри тимфайта я имею ввиду здесь намного более простые по исполнению героя да вот все опирается в исполнении и со стаками сложно там надо одновременно 300 к дать в идеале и милицию ли уже про больше миличников против магнуса и феникс больше миличников богу миличника напрашивается уже вот по своим параметрам там кроме мка еще много героев способных просто уничтожить любой подым поваром типа любой до любой вот знаешь вчера играли вопрос файл трайп против веги следующие предложения в стиле проверить сколько ударов потребуется просто хочу посмотреть на это касательно миличников вчера играли файл трайп против веги там у них тоже было четыре миличника и напомню что против них был и кентавр с тампидом и бедрайдер с полем и манки кинг с ареной казалось бы миличники там вообще себя никак реализовывали однако этот пик выиграл ну такой просто врывается всех месяц и ты ничего не может делать этим не а там суши там были крутые миличники там был типа этот таксир а тут как из которого мы вообще не видели ну а тут что не крутые что ли им еще кентар на last пик и вообще идеально какие-то сгорел на инфеймос вообще на протяжении все ведущие аналитики что-то я не знаю у вас рота выигрывать неважно какой на самом деле важно посмотреть не будет 4 миличника это не конец потому что только начало потому что 4 миличник это возможно не 4 миличника да просто нужно подкопать понимаешь например тут я допустим к ко всему прочему скажу что это 4 миличника у которых не так много так спида они не летают у них всем огород бавдой а если купит саблю прикинь как яйцо быстро сломать у куноч это есть и р.п. и все туда еще корабль в эту середину промахнулся тут вообще ужасно сложно вообще делает в этой игре рэмпач кто кунка рэмпач сделает в этой игре слева ты уже дал заднюю то в смысле я говорю что это не конец хоть пять миличника можно взять и выиграть можно это дота но зачем не но на самом деле куноч реально здесь очень крут очень крут смотрится просто зачетно и мне кажется сейчас информация поняли что для для них карта закончена еще это как кора не так чувствительным color титану из-за того что у него не так много брони например т.б. бегает сколько там 40 брони титанчик подойдет броню срежет и все алконки брони мало то есть новым человек соответственно ему что там даже что-то и срежет то он это не почувствует да тут ни одного гильщика поэтому это так не работает а вот агильщик а это миссис с миссами то есть даже если броня режется у нее все равно остается уклонение и вот эти вот миличники фантом будут очень долго собирать манки кинг-бары чтобы закончить фантом я имею ввиду пока у фантом нет бака бача вообще здесь будет еще титан хорош не только против агильщиков но есть это в команде снега потому что он с ним может снизить как этот армор так и защиту от магии скидем там зеевсом или тинкером нормально заходят с пугной а здесь вообще нюков нету только как он тень может врываться под иллюзию титана но как-то это слабенько смотрится опять же это все на исполнении а и файмус нет они не про исполнение фантом к очень быстро на фарминг лакинг бар 5 миличников не нажимают на метаморфозу айси околдал 5 миличника то надежда если у него куда он идет врач он ренджевик все плохо да ланте это рукой не так плот против фантом кейс взять то что она чисто по физике у него армора много а минус армор там собирать никто не будет нет все равно гг ну что ж пока мы нажимаем эфочки в чате отправляемся к нашим комментаторам даша никита вам слово и снова всем здравствуйте это вторая карта достаточно сложного противостояния американское дерби и мы снова посмотрим на то что случится все-таки между этой южной и северной америкой кто все же откажется сильнее кто будет отстаивать честь своего региона кусочка даже региона да да конечно но комплексе команда которая являлась одной из главных фаворитов на этом турнире там наравне с командой из китая ренджи наравне там не побоюсь этого слова даже на авиа да потому что все-таки они приехали на такой турнир на минор плюс это команда в которой играют достаточно опытные игроки там есть хорошие высокоранговые высокоуровневые там ребята плюс они тренировались то есть они должны себя на этом турнире зарекомендовать если нави не дойдут даже до финала то мне кажется что это будет очень большим для них разочарованием не только для наших зрителей ну ладно про нави мы еще поговорим я думаю там ребята не мы уже поговорим но возвращаясь комплексе в общем то они команда которая является одним из главных претендентов на выход с этого минор турнира и проходом дальнейшем на мейджор то есть они должны ну по-хорошему по сравнению с тем как они играли на предыдущей карте они должны все-таки побеждать именно второй я думаю но вот на драфт я только сейчас обратил внимание отвлекся скажем так на стадии пиков и что я собственно вижу а вижу я террорблейда против которого я как правило ставки не делаю потому что террорблейд это самый наверное такой сильный мерзкий крайне опасный герой с ним очень сложно точнее против него против него очень сложно играть но у команды колл есть магнус плюс па это чудовищная связка крайне опасная посмотрим что из этого выйдет в этот раз на магнусе будет играть снэкинг посмотрим на его рпшки а у них еще и кунка есть вот так вот да но у снэкинга в прошлый раз сыгра не совсем задалась мягко говоря на фоне всех остальных он выглядел не так уж и ярко так что здесь я думаю за него стоит держать кулачки ему понадобится поддержка удача и желательно действительно немного удачи eternal envy опять на своем сигнатурном фениксе уже теперь в такой вот ситуации в этом своем ростере ну и зефрик тут уже немного отгоняет пытается немного выиграть себе времени спейса но в любом случае я думаю что уже понятно то что 2 руны по этой стране будут забирать команда комплексите а сверху уже обосновались ребята из infamous и никто никому мешать не будет да тимада на линии лучше не выходить он купил себе две веточки таких две веточки ну что ж вместо фласки может фласка бы ему пригодилась конечно не знаю сейчас сюда придет феникс придет магнус или кто с ним с ним с ним наверное фениксом да с ним фениксом магнус бэн там просто идет курьера ловить вот и да туда сразу же помигал огрмак говорит папита смотри и там курьера везде осторожнее да уже начинается ну что ж посмотрим получится ли у него что-то сделать предупреждение вроде как было если мы правильно распознали этот клик но и увидим что из этого выйдет дальше потому что пока на других линиях действительно там тераблейт с интересным запасом хилы но 6 танго это вроде как тоже смотрится танго это очень мало на таком агрессивном лайне можно поставить ветку и использовать как танго да то есть восстановить себе больше здоровья может в каком-то смысле даже лучше не знаю по-моему без фласки сейчас на кэри позиции делать нечего ярик недавно об этом рассказывал в ролике то много правильного сказал это конечно в общими фразами он руководствовался но в целом до 6 танка плюс фласка это хороший запас может быть мус что-то там взял с собой да может у него там флазка какая-то нс нет а реклама его фишечек до сих пор есть что поделать ну что давай посмотрим что у нас происходит на верхней линии здесь мы наблюдаем такую интересную даблу это фантомка с бэйном вдвоем они выглядят достаточно сильно очень хорошо могут отгонять своих соперников но против них брю мастер который пивко пока не качал а пора бы вкачать пивко на втором уровне наверное прокачает хотя конечно вот приятно иметь вот пассивку чтобы попроще было ласт хитить по тебе тоже мажут 1 атака это большой такой бонус большой плюс видим и титана в топе титан начинает тихонечку гоняет от зет фрика комплекстики мы видим то что сложный спаун площадь не стали это может стать большой угрозой для них впоследствии если титан там на стакает много крипов и потом будет бегать будет бегать убивать просто 3 как гонять его но сейчас немного подзарядился пока на оставшихся крипах но прописал в лицо но на самом деле не так уж и больно могло быть и хуже но и действительно будем ожидать что там прокачались я брю мастер как он будет дальше действовать потому что допуском последнее время периодически пренебрегает это лампе да тут под форма его очень сильно пробивают все-таки остается феникс несмотря на то что он силач достаточно хрупкий он еще такой довольно не знаю эндика же так раз в топе в итоге забрал этот фирсблат игрок который на предыдущей карте играл посмотри не пивко вкачал и взял фраг ну да 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 понятно что это как раз более агрессивный вариант раскачки чем пивко пивко ты берешь для того чтобы мешать вражескому кэри фармис там очень высокий процент промаха но кстати говоря против фантомки это не так то выгодно потому что ты пивка ты и накинул она и без пивка дротики метка метает поэтому крипов на фантомки добивать можно действительно так ну а пока тут магнус юлит между ветками пытается получать экспириенс по крипам тоже вроде как что-то там у него выходят но терраблейда абсолютно никак помешать не получается на самом-то деле здесь огрмага его толстого пузо армора и всего прочего хватает чтобы не зажимался пока что терраблейд оригин у него заканчивается там один тангус остался то есть звоночек уже есть тревожный ну а на миде попита в общем-то на равных стоит абсолютно с кункой ничего такого особенного полоски там динаем выделить нельзя так что ну так вот стоят наслаждаются жизни турбуку не мешают да тени сильный лайнер он не должен там кунки проигрывать во всяком случае прям на ранних уровнях потому что потом когда корабль появится или какая-то помощь придет от феникса тогда можно будет так вот сейчас пройти здесь еще зарядить да зарядил немного зиприк заслипал отлично не дал по себе ни единого удара нанести сейчас немного еще потерпела дремастера но драться пока еще рановато им а тут eternal envy было не погиб птичев кидает опасно по поводу по поводу билдов envy вот он не знаю каждый раз экспериментирует что ли вот он на фениксе с тапком он же вроде на предыдущей карте не брал тапок на феникс вот так рано ну тут ладно уже он пришел на линию и его задача как-то мешать да то есть он стоит на линии мешает террорбейду качаться за вен за местную руку какой-то есть там я вижу раз там периодически там периодически да все время что-то происходит сейчас может быть убьют скофилда здесь z3 тут крипы вообще непонятно что там сейчас произойдет кого там крипы будут атаковать в итоге глянем ну и вот из-за такого может быть немного неправильного билда тому комплекте все чуть-чуть похуже чем могло бы быть вот там какой-то виндлейс может быть чуть побольше статов на фениксе чуть побольше регена взять и как-то щемить террорбейда щемить тимада не давать ему подходить к крипам он там по моим расчетам должен весь реген уже практически потратить там уже один у него тангус оставалось полминуты назад он скорее всего последний тоже сожрал вот либо он сейчас тебе несет хилл либо хилл есть у огра либо он просто на четвертом на пятом уровне бежит фармить лес потому что магнусом с фениксами должен очень больно пришлось пока он с кислотным сном зефирь немного его подобивает но и оставляет этот фраг для своего кэрис кемберлу да и так что много денег получилось но хотя бы как-то правда сейчас очень больно брейсап есть живет ну нет тут уже маловато оказывается у него возможность для такого фрага но уже разменялся вот так вот хорошо получилось для команды в комплекте начала для них уже положено похоже как какой-то регенции террорубы достался пара танка есть нормально вроде вроде как стоит пятая минута баунтируны бейна убивают в топе видимо подставился где-то блин каждый раз как-то прям подвышками умирает боюсь даже представить произошло наверное как-то зацепил его титан у него сто у него стомба кстати вот титаны качают которые вот ромет они берут остров спирита 2 и ничего лордов стан по моему не качался там а тут очень больно получилось клэп ну неплохо так заряженный спирит возвращается обратно с компой даже не стал пытаться а тут другой стороны уже и помешать ему успели да тут успел немного подгать наверно так бы он может и дал там все-таки в лесах был то сколько мало пространство можно было попытаться этаж попасть скорее всего но тут пока драка за рунки пошла там зефик разбирался с рунками пока стоял и спал у тебя тогда все достаточно неплохо феникс не мешает ему пока снайкинг потратил все свои ресурсы тут вот идет пул от энви плюс там партификейшн сейчас тимада дофармит крипов которых он добивает подвышкой и пойдет нам по возможности добивать то что там комплексе отвели на сильный спам ну тут амиде пока тоже тут вообще не о чем говорить самая тихая линия из тех которые у нас пока имеется спа фарма себе даже пока не разменивается у них спокойно тут опять в том есть под слипали но это ничего не дало только и разве что отнять немного крипов правда скотчу сейчас может за это жизни поплатиться очень больно ему оказалось ну да поставить или nightmare теперь же точно не должна отпускать замет позицию кемберму хотя слип есть но не очень удачно получилось и даже не получилось это забрать а там есть дайкер татьянец или нет уже там хилочка работы с кофил да не забрать тут слишком толстого сейчас оказывается просто не получится замедлил немного чтобы зефирика спасти но и либо же сюда подходят на хостей скорее всего никого не отпустят здесь такими темпами есть астралс томс сейчас тоже будет не получилось не по посту поставить но и зефирика видимо здесь сами заберут как-нибудь ну и все криво то боже что мы неужели ну ладно бремастера забрали хотя бы так хотя бы так хотя на самом-то деле тут должно все было быть намного проще никто тут уходить не должен был и титана должны были убить и с учетом того что пришел кунг это запоздала на этот праздник жизни пришел да но радует infamous то что у них террор блейд качается целом-то террор блейд он тут будет непобедим если возьмет свое твои 6 плотов свой 25 с ним очень тяжело будет справиться потом кто же очень сильно террор блейд должен быть на сейчас у него все гораздо лучше чем в прошлой игре складывается на перри позиции сейчас он уже имеет 2 800 на это просто на первом месте находится с небольшим опережением от фантомки которые там принципе то и убивала вообще-то так здесь нефтиков есть у тимада но он отступает не хочет бороться не хочет помогать своему округу наверно и так очень хорошо перетянул здесь даже большой плюс то что на него решили отвлечься и ясное дело то что пропить его сейчас не просто не получится там скорее всего не такой большой уровень узи фрика чтобы спринтсапа пропить как следует но ясное дело пока еще мало что может сделать магнус целом ну что есть там еще прописывают по нему тимада прожимает форму получите к забрать у тебя пик и действий найт мэр закидывает его на тимадо на тимадо то спокойненько с этим разобрал слабым акватор погибает в реке он должен забирать еще один удар остается не получается это сделать отлично поступил здесь не кинг и иди фрик спасается вот это сейчас на тоненького была сыграна но отличная работа от команды комплекс поражал стики мы видим то что тимада не прокачивает reflection так схему плохо в топе хорошо чтобы мастера нет шестого уровня или он и так заберет может так пока астралом бегает есть отход ну да это уже скорее просто потянуть время хотя пока вроде как отползает получится ли что-нибудь сделал замедление также есть отрал уже возвращаясь обратно нет 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 просто не получится просто не получится пить его нечем здесь остановить да это потому что спасение хотя там уже телепорт навстречу полетела здесь пока забирают терраблэйда как-то мы прихвалили видимо а здесь уже и фантом очку забрали да ну четыре человека в боте оказалось то что терраблэйда убили это вполне закономерно пришел кунка дал крест корабль торрент терраблэйд досталось ну ладно терраблэйд может совершенно спокойно отправиться качаться в лес оставить линию я не знаю огру титану кому там нужнее но может конечно и на линию пока сам постоять просто на линии его периодически раз от раз будут приходить конечно убивать через рпшку через прокаст энви когда он получит шестой уровень после десятой минуты брюмастер очень много пространства в топе создает у него уже есть шестой левел он сейчас является самым сильным героем на карте за ультимейт брюмастера можно убить практически любого персонажа вот как раз брюмастера убить будет невероятно еле-еле замахивается но дал ему пивную тычку а там за его страна опять тимада вот о чем речь там опять в район собрались ваша дорога в лес товарищ тимада качайтесь там потому что на линию будут приходить будут убивать это точно он не качал рефлекшен он больше сделал упор в иллюзии так что должен как раз ему отсутствие рефлекшена помешала точнее в боте тогда убить бэйна потому что он там за бэйном гнался это вижен пропал бэйн прожил стики выжил там замедления не было с рефлекшеном он бы сделал фраг но в целом не качать рефлекшен если ты реально опасаешься за свою жизнь на таком лайне как магнус феникс это правильно потому что ты пойдешь в лес и ты будешь качаться там быстро это точно поэтому лучше сделать такую инвестицию в будущее и не качай рефлекшен взять иллюзии закачать их даже в тройку вот там на пятом уровне потому что метаморфоза имеет высокий кулдаун ты редко пользуешься иллюзиями ты пользуешься постоянно и качаешься да вообще при нем берег сандером то есть по идее он вообще не хочет из леса выходить такими темпами ну да пока собирают рунки десятая минута две руны досталось пока что команде информас досталось две комплексы забрали одну ну там одна еще беспризорно лежит еще пока никто ей не занялся в идеале геймплей террор бейд действительно просто качать лес по возможности сплететь лайн и когда появляется метаморфоза выходить забирать тир-1 вышки это как воидом охрана сферы да ты качаешься пока хронов когда как хрона появляется выходишь делаешь фраг отправляешься качаться дальше есть он не попали зато зацепили заказе как и сейчас должны убивать любом случае да аж форму поражал здесь брюмастер хотела бросил оставил да решили все таки оставить на произвол судьбы бэйна а вот пашка разобрался пашка отпрыгивает очень хороший сейчас мув был от лимпы и лимпу и даже пытается как-то немного падать здесь корабль пытается на перерес его закинуть попадает камень по голове фантомки но она принципе все равно должна отходить еще и снейкинг с другой стороны встречает вашу пэйвом но и должен должен погибать как минимум успеха да такая поговорка есть старая за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь примерно то же самое сейчас произошло хотели убить сначала за фрика увидели фантом фантомка вроде более приятный фраг за фрика бросили побежали бить фантомку фантомку не убили за фрика не убили двух героев потеряли надо надо чуть чуть как-то повнимательнее сейчас инфома сыграть их очень хороший пик они могут это выиграть но опять они каждый свой выход каким-то образом запарывают как то же самое что в прошлой игре не знаешь с ними не так но каждый раз когда они выходят что-то складывается не так как им хотелось бы то там оказывается этот лимп рядом отпрыгивает фантомка который вообще некуда деваться было по сути то еще какие-то присяжки какие-то там ухода из вижена условно узи пика на одной тычке то есть всегда что-то складывается не в их пользу и как с ним бороться не ясно это какая-то карма плохая на шамане что-то там и интернет медиа там опять нападают на схема слишком много игроков оказался не кстати совсем пытается его спасти он блин они у него ничего он живет и уходит и пока что он там спрятался вроде как его не видит хоть есть яичко отличка должен сгорать точно уже не получится выйти там еще постанили его для верности в итоге все погибает земля ему пухом так а тут пока ну нет у него ультимейта уйти скорее всего не получится хотя есть магический демаль закончился сняки еще прожимает пока что еще живет из планом откидываются по лимпу либо держит как могут замедлили еще и да пока еще должен жить и здравствуй но по поводу команды инфомас они потеряли пока только одного для них хороший размин без ультимейта бремастера еще как-то умудрились подраться феникс ультанова убили только титан и близко потому что это вархоза есть когда метаморфозой кимада забирает подцепили огра хотя это не похоже на какую-то зацепку это просто про просто за три спаси скажем так не позволил огру кастить пилы в себе берет вангуар первым слотом с кем хороший слот для того чтобы пойти драться это может звучать странно но фантом к сангуардом она практически не уязвима для физических атак ее можно убить только магией и плюс есть им пауэр большой урон играя против терраблейд им есть мысль торопиться с драками потому что как-то если дело будет касаться фарма то можно терраба это принципе не перефор надо только понимать что такое вообще торопиться в доте торопиться это не значит надо идти куда-то сломя голову где нет вижена умирать там раз за разом нет трапится это когда есть позиция есть возможность нажать смолк и сильный мейт это нажимаешь бежишь и делаешь пару фрагов забираешь вышку делаешь полезное действие тогда когда ты можешь это сделать то есть и без того чтобы просто пока парами как это можно сделать на фантомке с пауэром, ты стараешься как-то помочь своей команде. И в целом он может это сделать. Но, опять-таки, нужно к этому подходить с умом. Потому что проигрывая вот подобные выходы, фантомка останется без артефактов, а террорблейд в это время будет фармить. И он-то как раз, я думаю, догадается МКБ купить, и не будет он рашить вот эти вот привычные для террорблейда артефакты в такой игре. Когда ты берешь сначала мант, потом БКБ, потом скадь, потом бабочку, потом там еще что-то. Нет, вот БКБ манту там, пику, допустим, ты сделал. Все, будь добр, купить МКБ, потому что фантомку чем-то пробивать. Там фантомка ворвалась как-то не очень удачно. На мой взгляд, там 4 персонажа. Тут, правда, с этой стороны яйцо стоит, прям не знаю, буду смотреть. Но в целом, да, там внизу что-то должно происходить. А здесь пока держат, сжигают его заживо, и, видимо, тиматор ничего не случится. Сандер был, но его просто не выпустили из дизайблов. Вот какая-то заварушка. Прыгает с кем? Подрежет ли Огра или нет? Посмотрим. Попадает под стан. Огра поджимает здесь, но его должны, мне кажется, в ответ тоже забрать. Пытается делать ой, какой реверс-полярисик прекрасный здесь был от снейкинга, и скибер тоже был прекрасный. Ну, хотя бы по биту нужно забрать. Ну, на самом деле, это хорошо даже в плане того, что он просто спасал Гэри. Фантомку спас, да. И брумастером можно еще приходовать здесь. Немножечко ошибается с квестом и торрентом лимб, но я не думаю, что это прям страшно. Ну, уже, уже хорошо, уже минус 3 в размере ни на что, по сути. Этернлайн и, правда, может покинуть, но это не так важно в сравнении с тем, что уже успели сделать. И погибает здесь еще вместе с ним брумастера, который вообще не должен был здесь оказываться. Да. Стоит отметить, что ошибка с крестом и с маркой стоила жизни Эдви. Такая, как бы, мелочь. Но неприятно. Но неприятно, да. То есть, если бы лимб попал с киллами, просто в брумастере не дал бы ему отстрейфиться дальше, то погиб бы он быстро и с собой в таверну бы Феникса не унес. Ну что, 15 минут, и как-то пока, несмотря ни на что, несмотря на вот эту достаточно нелепую смерть, погибает, прошу прощения, господи, выходит на первое место по фарму Террор, и там, в принципе, уже по последней минут 5 находится, и никто его не может догнать. Фатомка остает относительно него всего лишь на 500 золота, не такая большая потеря, но, тем не менее, Террор пока не заканчивается у фарма, из леса не вылезает, и вот единственный раз он вылез, забайтился, погиб вот так вот нелепо, и я думаю, что для него это стало уроком, и теперь он выходить не будет никуда. Теперь поосторожнее, да, должен он как-то играть. Ну, он в основном старается в топе находиться, там у него есть один вард рядом со шрайном, комплексте, который дает ему вижен, если на него будут как-то выходить. И вот он там как раз прокачивает 3-4 спавна, по возможности, с иллюзиями, и толкает линию в топе, заставляет постоянно игроков в комплекте перетягиваться. А его команда хочет вместиться. Сейчас они уже занимают позицию, обставились вардами, не видят на подходе к этой части хайграунда, хотя есть Моук, сейчас Моуки должны спалить, но слишком поздно, скорее всего, хотя Фатомка не очень удачная позиция для нее, она замедленно пытается оттачить и получать счет, а потом прокастать, а с другой стороны корабль есть, и это для Элдерситана шанс погибнуть самым первым. Это действительно так, он погибает, а тут Элдернелленви оказывается не очень удачная позиция. Ставит яйцо, успел поставить яйцо, отлично, поджигает всех, пытается его вести и деревни, и получается его все-таки забрать, но они потеряли очень много времени, и за это они теряют попитую, видимо, потеряют еще и Брюмастера. Брюмастер очень больно пытается отойти. Брюмастера сможет ли кто-то догнать, он просто Мансит один из трех сосных, и получился его через РП забрать, и теперь еще будет минус окр. Это минус 4, в размен на одного Элдернелленви, шикарная работа. Красиво, получился такой реверс полярити, ребята что-то пытались там в разные стороны бежать, один в паут, делал другой просто Мансит сел в лесах, получили РП оба, оба погибли. Что-то как-то с Магнусом хорошо прет у команды комплексники. Ну, вообще, если ты обратишь внимание, очень многие команды Магнуса, в принципе, банят. И, видимо, неспроста, видимо, Магнус потихоньку так вырывается в мету. Да, по нему можно. Тут он уже и на миде, и на хардлейне себя проявляет. Вообще, хорошо, давно Магнуса не было в игре, всегда приятно за ним появляться. Ну, Фантомка после Вангуарда берет себе Яшу. Да, такой боевой у нее получается очень билд. И Блиндаггер появляется у Попита пока что. Ну, вот если посмотреть на статистику по Нетверсу, в принципе, и так все понятно. Вот есть Терраблейд и есть остальные. Террор пока фармит, но он бесполезный кусочек именно фарма. То есть он пока себя реализовать не может и не будет пытаться. Может, если и может, то не хочет рисковать. Потому что тут, как видишь, уже рисковали в прошлой карте, прииграли. Импакт Терраблейда должен заключаться в постоянном прессинге лайнов. Он должен управлять иллюзии, толкать линии. За счет того, что линия находится близко к вражеским Террабам, ты получаешь свои герои, и ты сам получаешь вижен. Ну, потому что тебе крипы его дают. И плюс кому-то постоянно нужно это дефать. Потому что если это никто не дефает, то... ну, вышка начинает падать. В этом его импакт. Вообще, просто безбашенный Информас сейчас выходит на кунку. Получится ли его забрать? Тайфу будет таким усердным, что только можно. Это получается сделать у него корабля не было. Вот. Я хотел только сказать, что они прям отчаянные парни. Они собираются по кулдауну. Как только респавнится после неудачного файта, они опять собираются и опять идут. Опять респавнится, собираются и идут. И каждый раз у них ничего не получается, но все равно собираются и идут. Праймал сплит пока есть у бремастера. Они могут вообще собираться сколь угодно много раз. Вот когда праймал сплита нет, надо, наверное, как-то себя чуть-чуть потише вести. Лучку должны с ней вроде как хоть что-то сделать. Пока плохо она проседает по хп, наконец-то все у них сложилось. А тут уже со спины подходят там парни. Есть рпс, забили. Должны забирать сейчас раплейду. Очень быстро он погибает. Опять его просто не упустили с контролем. Попита пока что держит. Еще есть яйцо. Не получается его пробить, хотя праймал сплитом пытался нам что-то сделать, но не получается ничего и у бремастера. Ну что ж, это потеря пока что. Двоих потеряли в размен ни на что. Ну и теперь, видимо, будет еще Огр погибать. Это минус Огр, это минус 3. И четвертый пока отползает. Сейчас закончится праймал сплит. Нужно отходить подальше. С Кемберлу подцепил. А тут сейчас еще что делать-то получится? Есть контроль. Там какой-нибудь сплит 100% накинут в случае чего. Ну и поэтому действительно ему не отсутствует еще и торрент. И поэтому это минус 4. У бремастера такой хороший старт был в начале игры. Он купил какие-то драмы вообще бесполезные себе. Я редко, когда критикую какие-то билды игроков, но на бремастере драмы вот в такой... Когда у тебя все плохо, вот прям совсем плохо, ты берешь и покупаешь драмы. А у тебя был абсолютный практически... Ну ладно, не абсолютный фрифарм, но очень много имеет... Он и до сих пор имеет много что-то самое-то забавное. У него 5400 после того, как Infamous уже, наверное, трижды ошиблись. В чем проблема? Просто купить быстрый блинг, напасть, взять сплит, подцепить Магнуса, в Циклон его отправить, может, там, зафокусить какого-то Бэйна быстренько. Это ведь очень важно. Шанс первого удара он дает тебе крайне много. Крайне много возможностей выиграть драку. В этот раз в комплексе нажимаем смол. Первый смол, как комплекс. У них нет пока что финсгриппа, нет RP, но есть X-марка, торрент-корабль. Тоже очень хорошая связка. И Фантомка. У Фантомка это непобедимое оружие, да. Если Фантомка будет вгрызаться, они бегут убивать Тимада. Вот стоит и чувствует, видимо, что сейчас смерть его придет, и он, знаешь, как олень, который видит машину, оцепенел. Вот и, видимо, так оно и происходит. Грубое сравнение, но по точку точно это просто стоял, чего его дождал. Может, он ждал, пока крипы заспавнятся на Эншентах. Готовился к парке. Может, и Юзюди контролил, не знаю, там на миде что-то ползает. Ну что, как-то... Вот хотел я только сказать, что вроде в прошлый раз были без тераплейда, и им казалось, что они совершили ошибку надо с тераплейдом, вышли с тераплейдом, тераплейд понял, что он опять совершил ошибку и не стоило связываться с этой плохой компанией, остался на месте и все равно погиб. Что он не делает, ты погибаешь, понимаешь? Какую-то ветку развития событий не выбираешь, все равно, что заканчивается плохо. И как-то вот опять это просто как-то безнадежно, как будто выглядит игра для Infamous. Я ни за кого не топлю, ни на кого не ставила, но просто вот эти вот обстоятельства, которые вечно против них, как с ними бороться? Обстоятельства формируются под действием твоей команды. Если твоя команда поступает неправильно, вокруг нее формируются какие-то вот тяжелые ситуации, где ничего не получается сделать. Брюмастер не имеет блингдаггера, он не может напасть первым, террорблейд получает из-за этого РП, умирает, дальше вы разбегаетесь, как мыши из подвала. Если у тебя там какой-то, допустим, недокачанный фантом-ланцер, который на предыдущей карте был, он там не мог стоять, то это приводит к тому, что у тебя один герой просто выпадает, это ты играешь долгое время 4х5 и, в конце концов, фланцер вообще ничего не собирает, и вы проигрываете. Это последствия неправильной расстановки лайнов. То есть у каждого действия есть свои последствия, и то, что Infamous сейчас не могут выиграть, то, что у них никак не... У них в этот раз ситуация была намного лучше, они там, по сути, на всех трех лайнах неплохо отстояли. Тинни в миде имел много. В боте мы видели, Тирарблэйд качался совершенно спокойно, хоть и Магнус имел хороший фарм. В топе мешали фантомки, и Брюмастер тоже качался. В какой-то момент три топовых нетворца было за командой Infamous. Не сильно больше их было, но вот просто три красных строчки было видно сверху. И они вот это как-то вот умудряются терять каждый раз. Да, и вот все-таки в таких вот решениях резких достаточно от команды Infamous, то здесь напасть, то не напасть, то наоборот, постоять и ПК, то наоборот, пойти всей командой и проситься. Так, тут, кстати, еще могут зацепить, есть дан, получилось подцепить. Рядом случающего Снэйкинг, у Снэйкинга есть РП, он может помочь, есть от него паровозик, не очень хороший получился, видимо, все-таки не получится спасти здесь ее, но есть Еггис, поэтому не так уж и важно. Свою задачу она выполнила, залетает корабль, хорошо получился, корабль попали, получилось правильно поставить атаку, и Снэйкинг. Да, тут видимо, надо теперь как-нибудь яичко поаккуратнее поставить, но не успеет уже это сделать, Попит разобрался с Eternal Envy, и это разумеет пока что один в один по саппорту, сейчас еще могут с Дефрик подцепить, он просто стоит в шедовом амулете, никто его не видит, никто даже не пытается его найти, и Тимада замедлили, и с Кембрилла пытается просто преследовать Попит, у Малышки это сделает, да, есть по нему Тору, очень быстро его забирает, отличный крит получился от Кембрилла, но это уже минус 2 для него, а вот Дефрик погибает, и причем он очень хороший стрик оттал. Ну вот тут уже в рассыпную выкупился Envy, поставил ультимейт, не хочется больше драться, но Тамархоз пропал, а Скофилот уходит телепорт, и вроде такой плюс-минус неплохой бой получился для Envy. Они выбили Aegis, каких-то героев убили сами, заставили Envy выкупиться. Ну и в плюсик по золоту вышли. Да, в плюсик по золоту вышли, Envy очень сильно просел по экономике из-за своего байбэка. Ну у него изначально там, хотя вот, да, он же видимо вкачал талант, в панель Турсон смотрится не так уж и печально, 6 тысяч есть, да, у него уже десятый уровень есть достаточно давно. Да, не будем забывать то, что комплекс еще Рошана забрали, за Рошана тоже денежки полагаются, как мы знаем. Но при этом они по вышкам очень так слабо попушили, сейчас там только на Т2 вышку на нижней линии идут, а так вот Т1 вышки все стоят, то есть какие-то лишние деньги они не получили, в отличие от Infamous, которые везде там прошлись и везде все подпушили. И вот все, забирается Т2 вышка абсолютно спокойно, никакого сопротивления нет, и не будет видимо. У Магнуса появляется РП, там сейчас нет сплита, нет метаморфозы у Тирар Блейда, может какая-то помощь в миде будет. Так, Папита выходит, очень много урона и все, поехал с Кемберлу, хотя не поехал еще домой, правда за ним сколько гнался, ничего не получилось из-за этого. Титан видимо здесь погибнет, да его просто приговаривают ли под ним ударом и все, прикатились сюда, РП было неплохое, но в целом остановиться или справились. Папита тоже сюда не очень удачно выстанулся и видимо будет погибать так же это минус 3. Отлично. Отлично сыграли комплексити, казалось, что они ошибаются с забайчиной, просто забайчиной. Да, да, да. Приходит Тирар Блейд, мне кажется тут и Тирар Блейду можно накостылять. Как же повезло-то с мясами, вот один бы мисс здесь не пропал, но у Кемберлу в принципе господь с Кемберлу закончил дело начатое своим кэрри. Осталось догнать лимпа, у лимпа нет БКБшки, нет маны, но то чтобы как-то откинулся, за счет двух своих байбеков Информас вроде как-то отбились от этой наглой дерзкой атаки с Магнусом. Осталили свою честь. Да. Ну давай посмотрим по файтер капу, что у нас получилось, ну и примерно на равных. Но байбеки, конечно, тут очень сильно не шатали. Но с учетом байбеков на равных, так что в целом это неплохо. Плохо только то, что теперь Брюмастер, Титан и Тинни будут спавться долго, если их заберут. Если это произойдет вблизи хайграунда, то рискуют Информас потерять И дорогой байбек. Да, потерять линию. Вроде как только срубил сейчас денег с фантонки, но сейчас он, видимо, пошел их сразу потерять. Не получилось забрать рунку. Он пошел руну контролить, но хитрый комплекс его опередили, убили, забрали. Сейчас Тимада дофармит БКБ, с БКБ уже можно будет начихать на всякие торренты, корабли, всякие вот эти спириты, можно будет солнце бить проще и не бояться каких-то других дизэбов. Правда, реверсполярица такую угрозу представляет определенную. Ну и Финсгрипп Бэйна должны сбивать. Тут есть у Блюмастера целых два скилла в Праймал Сплите, чтобы сбить Финсгрипп. Есть Титан с двумя скиллами, есть Тини с двумя скиллами, Огр с одним скиллом. Так что не должен вообще бейн кастовать Финсгрипп и убивать вообще в принципе кого-то. Нет, от позиции зависит. Он в прошлый раз очень хороший Финсгрипп дал, там помню на миде была драка, он одного героя усыпил, а другого начал щекотать. Почти убил. Вот. Так в целом, если драка будет такая равная в чистом поле, он не должен просто взять и дать Финсгрипп. Он ему нужно позицию. Так, Сникинг выходит, Огрмак один здесь пока что, на подтягиве создаться с Кемберлуми. Но ничего из этого не выходит. Вижена у них здесь нету, в Варта Хайграунде стоит команда Сил Света, поэтому наоборот, Огрмак видит, что его здесь поджидает, закидывает в Файрбласт. Бубласт, прошу прощения. А теперь уже Файрбласт, есть, мультикастом даже пропнуло, но это никакого жизнь не послета, есть человек на Критосверху, который забирает его окончательно. Но Бубласт на вышку тоже не помог. В целом, он все равно забирает. Ну, возможно, даже на Т2 по этой комплексе сейчас. Почему бы нет? У них все скиллы есть, Infamous в меньшинстве. Почему бы не забрать? Но решает, что лучше пофармить. Лучше пофармить, все-таки Эмпауэр Магнуса нужно реализовывать. Два милишных хора у тебя есть, которые легко крипов фармят, Энми отправляются в бот качаться. Там тоже берет Хекс, любит этот игрок Хекс на Фениксе, прям любит настолько, что игнорирует абсолютно все остальное. Игнорирует Яул, игнорирует Вейл, игнорирует Вестиль, игнорирует Шиву, игнорирует Лебарда. Зато сегодня у кого-то будет Хекс, да. И 16 уровень Хекс уже есть. У кого-то будет. Да, уже есть, в принципе, он уже собрал. Вот. И что у нас в итоге получается? 15 уровень, второй талант себе, соответственно, вкачивает этот талант на Клэп. Да. Да. Погоди. Что? Мм? Брюмастер талант на Клэп вкачивает. Нет, ну он правый талант вкачал. Ну это грубейшая ошибка. Потому что 20 процентов резиста, это очень много. Я вижу то, что он БКБ начинает фармить, но замедление с Клэпа практически никто на Брюмастерах не берет. Короче, Ярик на финал приедет, там расскажет. У всех резистов, да. Расскажет, да. Не, ему не до этого будет. Он с шарфиком Нави будет махать и все. Ему не до этого, совершенно. Там все-таки. Никогда такого не было, вот опять матч будет. Надо подтапливать. Нет, если объективно посмотреть на список талантов Брюмастера, вариативность только на 20 уровне. На самом деле. Вариативность только на 20 уровне. Да, действительно так. Если у тебя все прям совсем круто, хорошо, если у соперника мало физического урона, и они не могут просто взять и разбить духов в Фраймал Сплите быстро, то ты на 20-м можешь взять талант на скорость атаки. 100 скорости атаки это крайне много. Если ты берешь Радик, там какой-то Мьолнер, ты нереально быстро толкаешь лайны, убиваешь героев, твой персонаж становится не героем поддержки, который там дизыблит и убивает саппортов, а реально полноценной боевой единицей. Но все остальные таланты, они тут, как понимаешь, практически выбор без выбора. Практически. Там урон можно на 10-м взять, в крайне редких случаях можно вкачать, ну вот как раз замедление от Клэпа, но опять-таки в крайне редких случаях. Как правило, у соперника магия всегда... Да тут один только Феникс. Он уже заставляет качать сопротивление к магии. Ладно, смотрим дальше. Я, да, да, я такой, да. Ну, в игре пока просто ничего не происходит. Я слабоблудством занимаюсь. Ну, действительно, игра пока тут немного подзамедлилась, но если смотреть на Нетворс и команды Инфомаст, можно увидеть впереди шагающего Тимада и всех остальных где-то там далеко. И на самом деле вот при таком раскладе одного Тимада с его фарма может и не хватить в какой-то момент. Остальные просто могут не переживать всего того натиска, который комплексно на них будет выдавливать. Ну и, в принципе, я думаю, понимая, сколько они успели уже отдать вот этими своими выходами в Смоках, без Смоков, на вражескую территорию, на своей территории, они уже подздались и теперь они занимаются преследованием в качестве свита самого терраблейта фармящего. Там что-то параллельно тоже подфармли, качаясь, но самое главное не вылазить. Владгресс взял Брюмастер, очень хороший артефакт. Он там хотел БКБ купить, но потом подумал, что как-то торренты он там, наверное, сможет игнорировать. Если попадет в РП в грипп, ему Блэкинг Бар вообще никак не поможет. А вот усилий терраблейта, его белый урон Владмирсом, это будет весьма кстати. Хороший выбор. Можно сейчас даже попробовать что-то сделать, учитывая то, что у терраблейта наверняка должен быть Блэкинг Бар уже. У Фантомки, кстати, тоже есть Блэкинг Бар, и дальше Фантомка у нас пытается выформить Манки Кинг Бар, то есть так на опережение играет с кем. Если вдруг терраблейт захочет купить себе бабочку, то он сильно пожалеет, потому что МКБ у Фантомки появится скоро. Действительно так. Там мне уже, там все очень даже качественно смотрится. И Рошан появился. Это означает, что надо за него побороться. И комплексы идут в бой, которые рассчитывают победить и забрать Рошана заодно. Так, есть Бет как раз зацепил, но, правда, это будет стоить жизнь. Сейчас Сатерн Лэдвин погибает сразу же, полетел корабль. Попитый тоже может погибнуть. Очень много КП он теряет. Но просто ушел в МВС, его никто не видит. И тут также есть промоклит. Видимо, получится кого-то поцепить. Есть Петра. Держит на месте Бэйна. Остальные все пока что еще разбегаются в Росыпную. Просто не дают себя зацепить. Но камушек попадает по голове теперь уже Бэйна, и Бэйн должен точно погибать. Это минус. И следом за ним, видимо, погибает также и Липа. Вот это уже большая потеря. Теперь это уже комплексики, которые ошиблись достаточно критично. И потеряли Рошана, по сути. Похоже, что так и есть. Да, я смотрел на эту драку. Слишком рано. Магнус так и не получил позицию для реверсполярити. Какой-нибудь нервный игрок в матчмейкинге. Сейчас бы мигал на этого Магнуса. Где твое РП? Где? Почему ты не дал? У него нет позиции. Вы плохо зашли в драку. Вы ничего не видите. Там в этой драке БКБшки Кору уже нажали. И Магнус понимает, что я лучше РП покодовать не буду. Лучше подожду следующий тимфайт. И там его постараюсь дать. Чем просто отдать его в молоко. И никого за это РП не убить. Еще умереть самому. И сейчас в комплексе очень сильно пожалеют, что они эту драку проиграли. Потому что Рошан они уже отдали. Они могут отдать еще и Т3. Так. У Феникса есть байбэкс. Катя покупает Террор Блейд. Ну вот это оно. Они сейчас будут в полном сборе. Но в целом есть Терраегис. Есть две сележки со спиной. Поэтому в целом можно Т3 вышку хотя бы снять и отойти с ними. Тут еще куча иллюзий есть. Ну вот ребята думают, что забрать. Не забрать. Я решил не сыграть. Ну ладно. Сыграли аккуратно. Это наверное правильно. Потому что Феникс там уже спавнится. Не дай бог какой-то РП получить. Метаморфоза на исходе. И тут можно было сразу же залить обратно вот это. То небольшое преимущество, которое Инкомас получили за счет победы в предыдущем тимфайте. Лучше бы действительно отступить. Перегруппироваться. Дождаться следующей формы Терра Блейда. Им есть смысл аккуратничать. У них сейчас, между прочим, они сейчас в шаге от того, чтобы выиграть себе поездку в самолете домой. И все. Знаешь, я думаю, что поездка в самолете домой у них уже есть. Вопрос когда? Да, вопрос когда. Это оно. И как-то не хотелось бы торопить события лишний раз. Он, кстати, Сентривард нашел вражеский, не успевает разбить. Просто его смотрит и побаивает. И увидел попит его на этом Сентриварде. Очень неудачно получилось. Просто где-то лимб был. Но как-то здесь это странно вышло. Потому что они должны были видеть этот Сентривард. Они не могли его не видеть. Но он прыгнул прямо под него. И чуть было за это не поплатился. Но благо все обошлось благополучно. И они живы-здоровы отходят назад. До сих пор есть Сирр. До сих пор есть Аегис. Ну, скоро в какой-то момент появится форма. И инфмыслы могут дать очень хороший бой. Можно будет сделать что-то еще. Что-то интересное. Как только Метаморфоза появится. Пойти по Миду. Может там сломать тревышку хотя бы. Или нажать Смоук. Напасть на кого-то. А тут Смоук нажимают. А, это же Дублейдом. Да, да, да. Он тут уже погулялся. Распутал. Он делает Шиву. Дублейдом. Он делает Шиву. Что, в принципе, нормально. Хотя, конечно, Шиву-то можно было бы купить и на Фениксе. Но Энви у нас зарашил Хекс. Но пока этот Хекс реализовать у него не выходит. Ну, в прошлый раз он поторопился немного к своей реализации. Там пошел. Команда была далеко. Да. Но его встретил Попита. И он был ему не рад. Ну что, в этот раз Лдер Титан. У него пятнадцатый уровень тоже есть. Второй талант себе вкачал. И будет делать уже Глимер для своей команды. Тоже неплохо выглядит. Ну что, есть еще время, чтобы там поносить Таи. Господянчица с ним. Достаточно вполне времени. Самое главное, скоро будет двадцатый уровень. Как ты думаешь, что он качает? Эфлекшн или статы? Даже не знаю. На самом деле, рефлекшн сейчас не такой хороший скилл, каким был раньше. Потому что раньше он вообще никак не диспейлился. Он просто овнил всех. Сейчас есть БКБшки. Сейчас есть всякие Лутусорбы, которые могут теоретически появиться в команды комплексов. И рефлекшн этот себя Фантомка как-то сможет снимать. Ну, берет все-таки рефлекшн. Ну, это такое, да. На самом деле, БКБшки тоже уже заканчиваются потихонечку. Потому что их рано купили. Очень. Тарпости прожимать. Очень мощная иллюзия с Фантомки будет. И она, в принципе, стоит того, чтобы ради нее вкачать рефлекшн и чтобы оно появлялось почаще. На Варде нажали этот Смоук. Инфомас. И это знают комплексы. В принципе, в их интересах просто уйти отсюда. Они как-то не уходят. Астропы сейчас с Луфикой нашли. Очень было не забрали. Там о Егисте, напоминаю. Да, Егисте есть. Форма есть. У него абсолютно все есть. Еще как же неудачно сейчас летел Этернал Эндвен. Он под Слипом находится. Не успел ничего нажать. Никто с ним не разбирается. Он сейчас просто сядет в Игсо. Да, он в него садится. Пока там Дириосов с Кемберлоу. Кемберлоу забирает мгновенно угромага. Тимато продолжает драться. Тимато пытается распилить немного. Пытался дать РП. У него не получилось это сделать. Его просто ветра сейчас засунули. Но это пока что все равно. Размен 2-1 не в пользу команды Инфомас. И есть РП. Все-таки далее. БКБ заканчивается. Должно начать пробивать. Но до сих пор с Кемберлоу просто не обращает на него достаточно много внимания. Есть. Но очень мало КП остается. До сих пор он не может нажать. А Сандр. Сандр есть. Последняя секунда получился. Санимба теперь должна забирать. Это минус. Но у тебя очень хорошо файт обернулся. Правда 2 байбека уже потратили. С Кемберлоу сейчас тоже будут догонять. Есть. Блинкаут. Через Этернлайнвех получилось выжить. Хорошая работа. Комплектики прям по максимуму выжили своих противников. Но не отдались. Очень на тоненького они сыграли. Драка кстати продолжается. Террордоиды подцепили в Еул. Тимато. Что-то далековато пошел. Прям не пошел. У него же Аегис еще. У него Аегис. Но он перестает быть боевым здесь. Ну ладно. Команду вроде как сзади поддерживает. Я просто в какой-то момент подумал, что он просто один посреди базы комплектики находится. Ну все равно это ничего не обернулось. Он ничего не услышал. Да. Слишком заволновался прям за него. Ну по золоту, по опыту мы смотреть на эту разницу не будем. Это бессмысленно. Но комплектики очень легко могли этот тимфайт проиграть вот прям в салат. Потому что там практически разбилось солнце Феникса. Террордоид практически с ним справился. Не самым лучшим образом прыгнула Фантомка там. Не смогла никого убить быстро. Подцепили Огра. Огра, Огра убивают. Ну вот чуть-чуть не хватает инфумас на самом деле в этих драках. Чуть получше скиллы кастовать. Чуть получше более вовремя все делать. Ну вот раз Сандер нажался-то. Обычно его не было. Террорблейд с Сандером хорошо сыграл. Понятно. Ну как видим этого было недостаточно. Недостаточно чуть больше. Вот разбили бы солнце Феникса, драка была бы выиграна сто процентов. Без комментариев даже. Ну там солнце не разбили. РП неудачно получилось дать. Но все-таки дали. Все-таки какое-то время там поддержали Тимада. Чуть было его не забрали. Там действительно у него ХП буквально 100 оставалось. Они были в шаге от этого. Но Сандра в этот раз нажался. И теперь появляется кстати очень хороший артефакт. Террорблейд. И мало того, что сам по себе бронированный парень на Террорблейде, так еще и появляется аура для комода. Да, да, да. Не забываем про то, что это не только аура армора, но и аура минус армора, который Террорблейд обычно ратит. Потому что он исключительно физический урон из себя представляет. Плюс еще там есть Террорблейд, который весь зеленый армор режет. И от остального еще вычитается вот эта вот пятерка с пирасой. Ты правил Дар Титана? А я что сказал? Террорблейд. Ну, я оговорился. Ну да, конечно же, правил Дар Титана. Спасибо, Дарья. Не за что, обращайся. Буду, да. Ну что, МКБ есть у Террорблейда. У него в прошлом тимфайте МКБ появилось. Он там то ли курицы себе принес, то ли в боковой лавке вражеской успел приобрести. Покупает гем, видимо, для своей команды. Террорблейд не жалко ему денег, для тиммейтов там, видимо, ни у кого. А что, посмотри на его слоты, ему по сути поменять тапок и пока что достаточно. Ему бы байбэк. Ему бы байбэк. Это да. У Террорблейда карманы очень глубокие. У него денег должно быть много. Ему и рефрешер надо, и шарт нужен. Муншарт, который и хорошо бы байбэк иметь, и хорошо бы там травала первые, вторые. То есть ему еще есть куда расти. Ну, сейчас действительно рискованно, пять человек без байбэков абсолютно. И сейчас он в пину еще могут подвышать комплексы. Но комплексы сами не ищут файта. Хотя, кстати, в них есть все абсолютно. То есть даже если они будут дефаться, они готовы его принять. Но пока они по разным частям карты размотались. Как минимум, у них есть три байбэка. Если они даже тимфайт проиграют. Остановили его. Успеет ли его забрать. Есть контроль. Не успевает его как следует проконтролить. Папита не очень вовремя дал свой фракаст. Но все равно хватает вроде как. Снейкинга забирают. Очень хорошо что получилось. Сейчас нужно идти на хайграунд. Не знают, скорее всего, ребят, есть ли у Магнуса байбэк или нет. Но они должны это проверить. И вот они заходят. Либо выбить байбэк, либо снести пока байбэка нет. Вот так вот здесь. Пока байбэка нет, они успеют сломать два лайна. Сейчас они почувствуют. Ага, Магнус не выкупается. Так. Что бы это могло значить? Наверное, у него нет байбэка. Ребят, давайте заберем мид и заберем бот еще. Хорошая идея. Ну, в потоп они там, собственно, решили пойти. У нас выключился свет. Нет. Это я нечаянно на кой задел, что задевать не следует. Да? Да ладно. Хорошо. Все-таки пошли на бот. Там на топе немного поошивались. Но Т2 вышка на топе точно. Я ее не заметила. Извини. Ну, Тимада пока тут Т3 вышкой вроде как расправился. Да, бараки потихоньку падают. Еще 40 секунд до Магнусу. У них еще прорва времени просто. Дифрик прижимает свой ультимейт. Но его тут же должны сбивать. Его тут же сбивает Паппита. Паппита должен его забирать. Это мгновенный минус. Кемприлл тоже оказался не очень вовременно. Но он уже без половины хп. Он до сих пор БКП пытается кого-нибудь забрать. Сколько он забирает. Сколько он успел уже свою трещину сдать. Ну, и видимо, в ремастеру здесь это тоже будет стоить жизни. У него был ультимейт. Он его тоже не прожал. И Огромаг пытается на себя перейти внимание. Чтобы просто остальные ушли. И остальные уходят. Но это стоит ему жизни. Хотя... Каппита... Хотят через стандарт сыграть. Сыграли. Получилось. Выиграли. Теперь хотят развести на байбэк. Но Тимада нужно быть... Там может быть ремпаж сейчас для схема. Борьба террорблейда и фантомки, друзья. Ультракил. Но тут вдвоем уже без шансов на него зашли. Тут и хекс, тут и прочие вещи. Боже. Ой. Окупился талант на рефлекшн, судя по всему, сейчас. Только что кританула иллюзия. Так, а Эви? А вот иллюзия террорблейда не критует. Но она тоже неплохой урон у нас. Да, фантастический тимфайт, конечно, получился. Да. Но, кстати, ремпажкам и не досталось. Долго пилили все-таки с иллюзией. Там, по-моему, просто Феникс убил. Сделал фраг на террорблейде и потом иллюзия убил. Но у террора, кстати, за вот этот пуш появился байбэк, что интересно. В принципе, у команды накапало, но в любом случае здесь все равно неважно. Все у Infamous прекрасно. Они забрали мид, они сходили в бот, забрали там Т3 вышку, барак забрали. Могли, наверное, чуть получше сыграть. Они, знаешь, такое ощущение, как будто в какой-то момент просто испугались. Там спаун Магнуса 30 секунд или где-то даже чуть больше 35. Бэйн начинает ультовать в одного из героев, в Титана, кажется. И в этот момент можно было такую драку навязать, что они бы там все полегли и это был бы конец игры. Но там влетел только Брюмастер, остальные игроки как-то больше сфокусировались на бараках. Не хватает вот какого-то, может, какое-то недопонимание возникло. То есть тут либо вы все деретесь, либо вы все бьете в бараке. Вот как-то так. Не сегодня самолет домой, не сегодня. Ну, да. Похоже, что третья карта нас все-таки ждет. Потому что пока Infamous вот вроде реабилитируется, спустя там час времени этого матча, может даже чуть побольше, и дают хороший бой, хорошие драки своему сопернику. Сейчас у них еще лвла появятся, чуть более высокие. И мы знаем, что творит Брюмастер на 25-м. Мы знаем, на что способен Террор Блейд на 25-м. Вот 25-е от Террора и Брюмастера – это, наверное, два самых главных 25-х, которых нужно дождаться. Вот с ними они должны уже без шансов развалить в битве. Ну, вот что-то Брюмастер подпросил у него только 19-й уровень, у него 25-й лвл. Зато Сатанник появляется у Терраблейда. Да, интересно. Надо только его прожать. Ну, Сандр начал уже прожимать, но и Сатанник тоже проживает. А Фантомочка хочет рапероз. И что, прямо сейчас, прямо без байбэка раперозы. А там Рошан, кстати, третий, с шардом. То есть это две формы, скорее всего. Не думают, что отдадут кому-то другому. Рапероз появляется у Пашки. Так, они не успеют стянуться на Рошана. Они пытаются. Они не успеют. Они не должны успевать. Там очень быстро Тиммата. Хотя нет, должны успеть. Успеет ли? Нет. Не получается. РП. Получилось закрыть. Но тут тут же забирают. Прюмастер опять не успел прожать ничего. И он умирает без байбэка. Что самое главное. Это очень печально. Наверное, файт стоит дождит. Тиммата отходит потихонечку назад. Хотя его тиммейты при этом сцепятся во все стороны. И нету байбэка. Нету байбэка у Тиммата. Самое главное. Тут корабль еще полетела. Продолжается файт. Они нет. Разворачиваются обратно. Готовы идти. И Зифрик очень лоу хп. Хотя сейчас разворачивается. Прожимает. Принца прожимает друг тиммейт. И теперь уже поджигает. Поджигает. Айгис у него вроде как должен быть сейчас. Да, есть. Айгис убивает. Он возвращается в бой. Но он уже остается один на один со своими противниками. Все остальные успели уже погибнуть. Но да. Хотя разваливают. И Зифрик очень быстро погибает. И Лимп уходит на лоу хп. Это как-то неожиданно было. Причем с байбэка Зифрик погиб. Да. Тиммата побоялся один против всех сражаться. Здесь забрали бэйну. Только отступает сейчас. И побоялся. Развалился и ушел. Смотри. Он нажал шарт. И у него есть бкб сатаник. Еще одна форма. Если что. Если вдруг развяжется драка. Наглых. Это перенервничал. Похоже немножечко Тиммата. Не стоило этот шарт нажимать. Да. Это действительно поторопился. Потому что его тиммейт сейчас. Еще. Достаточно долго все резутся. Собираться будут. Плюс. Байбэк кстати только сейчас появился в бремастера. Если бы он был там в самом начале. Если бы он его тут же прожал и прилетел на Рошана. Я думаю что все бы сложилось идеально. Да. Скорее всего эту драку бы выиграли Infamous. И вполне вероятно что это был бы конец игры. Фантомка осталась без Рапиры. И без байбэка. Можно было бы закончить игру прямо здесь. А да. Она купила. Да. В этой драке Рапира уже была. Там с кем разваливал. Будь здоров. Очень быстро поубивал героев. Так. Прожимается смоу. Торопятся. Торопятся Infamous драться. Ох. Не знаю. Там нет бэй. Ну понятно. Но 25 это на Террор Блэйзи. Можно же взять. Их же никто не тянет сейчас за хвост. Нельзя. Нужно оправдать это. Надо срочно драться. Срочно прям. Скастовал иллюзию Тимада в топе. Должны комплексно понимать что тут смоу. Держится чуть-чуть подальше. Держится осторожно. Чтобы никого не подцепили лишний раз. Потому что байбэк. Байбэк только у Куньки у них есть. В полном составе. Яйцо появилось. ДРП скорее всего тоже недалеко. Они будут совсем и все. Да. РП уже появляется. Сейчас ресницы еще и. Наверное я думаю ты три вышку можно забрать и отойти. Зачем разбивать? Ну что. Взял Сандер или. Я забываю каждый раз там. Пошел Lotus Orb на Террор Блэйда. Отступают от солнца. Infamous. А там сплит. Так. Да. Отошли. Переждали солнце. И теперь должны возвращаться обратно. Минус один из ультимейтов. Уже хорошо. Это был один из контролей через БКБ. Которых боялся Террор Блэйд. Остался второй. Посмотрим что будет. А нет. Не второй. Господи. Их же три в общей сложности. Как то мы просто. Когда обрессовывали мы про ИСО забывали. Мы говорили про РП. Мы говорили про ультимейт Бэйна. Про Феникса забывали. Ну что. Что по поводу. Ультимейт Бэйна. Рэндж Метаморфоза перед Тиммадом. Левую ветку очень мощным становится ТБ сейчас. У него такие ауры хорошие. У него аура Кирасы. Аура Владмирса. Есть Блэдласт. Крайне мощный сейчас. Он и бегает быстро. Смотри. Он без тапок так бежит. Да. Но это ловкач, у которого очень много статов. Это ловкач, у которого много статов. Это манта и Блэдласт конечно же. Да. То есть в принципе он может телепорт держать у себя в рюкзаке. Так обычно и делает. И по необходимости нажимать. Ну просто знаешь, вот есть еще такой герой. Вот антимаг. Ему удобно без тапка играть. Потому что у него там талант на рейндж. Блинкат оранж. Талант на АКД. Фантом Лансер тоже удобно. Фантом Лансер, да. Там плюс-минус. У него все-таки не так много скорости. Но вот на остальных там. У него Фантом Раш с диким. С диким рейнджем. Да. Это правда. Ему так по карте немного некомфортно перемещаться. Но вот антимаг и террорбейд это наверное два таких персонажа, которые без тапка себя максимально комфортно чувствуют. Ну что, есть байбэк у террорбейда наверное. Это самое главное. Правда на самом деле это имеет свой... Рефрешер нужен. Да. Без рефрешера этот террорбейд может только рефлекшеном отспамливаться. Это да. На хайграунде. Как раз то, что у него не будет метаморфозы, это становится проблемой. В принципе ненужность этого байбэка оправдывает. Но следующего Рошана ждать еще долго. Они уже успели потерять рефрешера, они успели потерять аегис. Не знаю что по поводу сыра, я не помню, ел его кто-то или нет. Но тем не менее все такие самые весомые дары они уже потеряли и теперь придется ожидать. А ожиданий еще много. Там еще минуты три с половиной как минимум от основного времени. Ну да. По таймеру пытаюсь на глазок определить, но это уж как получится. Прицел у меня сбитый. Там же еще и дополнительное может прокнуть. Там непонятно как. Может три минуты, может ноль минут. И вот за этого четвертого Рошана конечно должна развязаться битва, если Infamous сейчас сами не пойдут ее навязывать. Вне каких-то вот событий в игре. Просто пойдут и начнут драться. Не знаю что ты их может заставить это сделать. Может позиция какая хорошая будет. В комплекте. У комплекте очень хорошая позиция сейчас должна была быть. Но Infamous отступает. Хорошо, что они решили не оставаться около этих спотов. Будет ли какой-то выход с пофилд. Видит все. Дает стомп. Ну да, по крайней мере он их посвятил. Это уже хорошо. Остальные все там в драфе не ввязываются. Стоят за Рошпитом. Ждут. И прям нагнетается. Опа. Опа. Дабл дэмэдж. Прям для него родился. А видит вообще. Опа. Прокатился. Кажется он и пытался его забрать. Есть. Теперь уже Супербаша. Пытается забрать. Он очень вовремя прожимает ГОС. Пока что еще живет. Но это видимо вопрос только времени. Он погибает. Но там еще этого сверху была. Ее надо убить. Потом очень быстро теряет ГП. Потом сейчас можно запокусить. Она просто отлетает в другую сторону. Тимата пытается ее пробить. Но слишком много местов. Ну и теперь. Алибарда. Алибарда просто не позволила убить Фантомку сейчас. Да. Ну и он ее в принципе не пробил. Казалось бы с дабл дамажем. Хотя бы тычки там попал бы. Что-нибудь получилось. Попит погибает. Без байбека на 115 секунд. Тимата продолжает пробивать. Лимп очень быстро погибает. Снегин просто ничего не может сделать. Уходит в инвиз отсюда. И как же тут быстро разваливает Энн Лэндвиз. Забирает еще юзи фрика. Теперь должен разваливать яйцо. Яйцо в минус. Должно пойти. Есть РП. РП пока что еще держит. Это очень больно. Ему оказывается здесь нет. Сколько же здесь. Сейчас потеряно. Господи. Это Рэмпадж для Фантомочки. Просто прекрасно. И это байбекки. Один с половиной тысяч урона. Джентльмены. Леди и джентльмены. Но террор тот конечно очень сильно проиграл в Фантомке. У меня только сейчас накапал байбек еще. Он его сразу же нажал. И как-то здесь получилось некрасиво. Ну очень некрасиво. Ну очень круто все комплекте нажали. Хотя казалось драка для них началась просто идеально. Фантомка нажала БКБ. Титана не убили сразу. С кем он бежал. И что он может вообще без Блэкингбара в этой игре. Он то какой-то станок ини. Алибарда все очень решила. Да. Алибарда реально просто позволила. А у кого тут Алибарда? У Кунки? Видимо у Кунки. Или у Энви? У Кунки. У Кунки Алибарда. Потрясающий сыграл. Если бы у него Алибарда вполне вероятно Фантомка бы просто умерла. Потому что там Алибарда есть. И потеряла бы Рапиру. Это возможно было бы ГГ. Ну ладно. У Фантомки там был байбек. Наверное был. Но без Рапиру уже как-то не весело. Даже с байбеком. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Сейчас нет возможности выкупить свой Террор Блейда. И это шанс для комплекса. Опа. Курьера подрезали где-то. Пустой. Ну да. Мелочь. Неприятно конечно. Но тем не менее. Ну что ж. У комплекса есть информация о том, что все байбеки во большей части прожали Infamous. Они должны сейчас инициативно действовать. Да. У них времени не так много. Шесть минутам ждать вообще не сроки сейчас. Ведь шесть минутам все погубит. То есть они должны драться уже имея хоть какое-то со собой преимущество. Сейчас около Рошана они тоже будут чувствовать себя увереннее чем команды Infamous. И вот как раз для них четвертый Рошан тоже будет очень много значить. Потому что там появится второй реверсполярити. Это тот скилл, который по сути не позволяет Террорблейд убить. Вот просто если Алибарду скастить не получится, то Террорблейд будет лупить по кому попало и всех будет убивать. Всем будет наносить дэмэдж. Но РП грамотно скастованное просто не дать ему может разбить ультимейт Энви, убить Фантомку, убить там Кунку и так далее. Поэтому Refresher Shard все-таки хочется забрать именно комплексы сейчас. Ну и Infamous естественно просто так не отдадут этого Рошана. Они не должны драться. Инфамас как-то тут агрессивно позицию занимают. Они действительно готовы за него драться. Но последний байбэк канал в небытие. Там что-то купил себе Брюмастер и решил не оставлять себе ровным счетом никаких сбережений на будущее. О, а что он там мог купить? Я даже не могу себе представить. Давайте покажем его. Лотус у него вроде как был. Давайте посмотрим на Брюмастера. Нет, не посмотрим пока на Брюмастера. Не посмотрим. Посмотрим. Купил себе либо Лотус докупил. Ну по-моему у него был Лотус. Либо вот он плейтмейл себе взял, да. Ну, интересная выгода. Понятно. Ну да ладно, смотрим. Все-таки байбэк Брюмастера одного он не так сильно важен. Потому что один Брюмастер, если террор бейт погибнет, все, это можно писать как... Горит зарай, горит хат. Да, да, да. Вот именно так. Именно так. То есть он просто кладет все фишки в центр стола, говорит, все, мужики, играем. Играем до последней капли крови. Пойдемте. Ну это действительно сейчас файт, который решит по сути все. Если его проиграет Инфамас, они проиграли игру. Если они его выиграют, они, ну, либо еще поборосят, либо выиграют игру. Так что тут очень важен и этот Рошан сам по себе, и то, что на нем сделают сейчас Инфамас в комплексе. Отдавать его нельзя однозначно. Ждут... Ждут рефрешер у Энви. У Энви, кстати, Аганим. Я боюсь, как бы Энви не похоронил сейчас кого-нибудь из своих игроков. Да, бывает такое порой. Он, конечно, товарищ талантливый, но иногда бывают такие... Но безумные. Да, безумные у него бывают иногда такие заскоки, что он может где-то допустить ошибку. И вот как раз спрятать супернового героя... На скемберлу, полезай ко мне, да? Да, да, да. То есть он его просто спрячет, солнце разобьют, ну и все. Будет обидно так умереть и так проиграть игру. Третью карту, я думаю, в комплексе не очень хотят играть. Я тоже думаю. Причем они очень близки сейчас к тому, чтобы ее выиграть. И они также были близки ее прииграть совсем недавно. И вот этот весь шок моральный, я думаю, что и Инфамасом будет сложно, если будет третья карта и в комплексе тоже. Иллюзии заспавнились в боте, нужно срочно сюда прийти к Тиражблейду, подобрать крайне мощные руны для него. Да тут можно еще и рунки походить пособирать, там три еще лежат в свободном доступе. Совершенно этим вопросом в комплексе не занялись и вполне могут за них это сделать Инфамасы, но они не рискуют так далеко выходить. А у Магнуса, кстати, у него есть талант на Эмпауэр на 25-м, а есть еще какой-то там талант, я не помню какой, и он взял... Да. Другой. Да, он взял другой талант, встан на РП. Но очень хорошо сочетается с репрессером, так что... Это правда. Это правда. Там, конечно, на Эмпауэр тоже очень мощный талант. Но там и без Эмпауэра. У него просто кунг какой-то такой, знаешь, получился. Лимб... Да, кунг не такой. Мало фарма. Мало фарма. А с Кембрилу уже и не нужно. Это у него и рапиры есть. То есть он, в принципе, без этого Эмпауэра спокойно переживет. Ну, типа того. Дополнительный урон ему... Вот если бы кунг бы подкачался, если бы он тоже представлял бы из себя большую угрозу. Дейдлс, какой-то Блинк, вот такие вот флоты, то я думаю, что Магнус качал бы Эмпауэр. Потому что для двух героев все-таки это существенное. Это тоже. Если сравнивать, если бы он купил себе Дейдаус или Алибарду, думаю, разница была бы очевидна. Но... Алибарду на кунг, кстати, практически всегда берут. Вот там, когда против Урса играешь или еще против кого-то. Герой такой, который может себе позволить. Он может себе позволить. По-разному, да, бывает. Ну, в целом... В целом, можно и так, и так, наверное, сыграть. Информас просто сидят. Сидят на базе, ждут, пока Рошан заспавнится. Ну, ждут Рошана все же тут. Все боятся, никто никуда выходить не хочет. Оно и понятно, потому что момент решающий сейчас в игре. Да. Появляется Рошан, информация есть у Информас точно. Сейчас он вот через секундочку, да, появляется. Дождались его. Ну, просто вот так вот взять и бить Рошана не получится. Попит, да. Рошана пытается отойти так, чтобы в случае чего уйти. Выходит невидимым отсюда. Не видели его сейчас в комплекте выходящем. Снэйк Кинг. Дабл дэмош нужно быстро брать. Успеет ли? Да, уходит, подходит. И сейчас опять получилось. Не получилось его увести. Отличная работа сейчас от команды Информас. Получилось. Должны разбивать яйцо. Попытаются ли. Есть Праймон Сприт и даже не пытаются. Просто отходят отсюда подальше. Пытаются отойти все команды. У них это получится. Это минус яйцо. Ну, вот сейчас Информас сделали все. Ну, не Информас. Комплексти плохо все сделали. Комплексти потратили РП, потратили солнце одно. Эдмит прожимает рефрешер. У него появляется второе солнце. Ну, а Информас, естественно, просто идут забирать четвертого Рошана. Они должны успеть. Там не будет Праймал Сплита. Это большой плюс для комплексти. Но у них тоже ресурсов нет. В смысле 25-го еще нету? Я думаю, нет. Ну, посмотри. Как-то, ну, я верю тебе, что нету. У него был 19-й минут 10 назад. Там очень-очень сложно получить 25-й, когда Дракник. При Рошан. Просто при Рошан. Да, да. Так и есть. Да, я прям радуюсь за Информас. Вот сейчас обстоятельства сыграли за них. То, что не смог вывести на скьюере из-под РП дальше куда-то. Там, да, что-то. Его то ли форстаф, но кто-то. Да, да, да. Там форстаф был. В разные стороны они поехали. Как-то в меме одном есть. Ну, ладно, я думаю, ты понял. Да, я понял. Появляется рефрешер у Магнуса. Что ж, этим можно удивить сейчас соперника. Возможно, Информас думает, что РП пока что в КД, но резко можно Информас разубедить. Эту ошибку можно позволить себе Информасом. У них есть ресурсы, чтобы выживать. У них есть. А ей, если просто пробивает издалека. Так прокатился пока еще. И Интернал-Навида получил еще как сильно. Опа, летят плюхи. Опа. Отлично. Так. Трехочковый. Смотрим дальше. Тимада. Забирает. Враг. Прожимает татань. Корабль полетел. Правда, крест есть, но даже не пытался убегать из-под этого корабля. Все равно смысла не было. Но забрали фри сторона, фри Этернал-Нави и фри Байбек его выбиты. Просто все сложилось, сейчас им на пользу. Ну что, можно пойти сделать мега-крипов. У Террор-Блейда есть шарт. Он может обновить метаморфозу. Да, уже переложил себе, мант оставил, в любом случае уже прожал, поэтому перекладываю себе. Сейчас еще и сатаник, но сатаник там и так откатывается. Ну ладно. Прожал шарт. Использовал сейчас шарт, свой primal split для того, чтобы заспейсить, просто немножечко там подциклонить. Яйцо есть, яйцо просто нужно разбивать. Мата как-то правда не пытается это делать, он просто отходит назад, он не пытался в этой позиции бить яйцо. Это очень правильно, потому что там его могли просто зацепить и забрать. И это пока... Титан может выкупиться, если хочет. Да. Титан может выкупиться. Доджет, манты и дротики, тимада и просто отступает. И сейчас все очень хорошо сделали. Все очень хорошо. Да, там сейчас нет очередной суперновы, может как-то развернуться, попробовать, но ребята побаиваются. Он уже рефьюшер тратил, да. Байбэк тратил. Все-таки, что там с байбэками? Давайте посмотрим. Террорблейды скоро появятся, у остальных игроков тоже есть байбэки. Но Infamous сейчас максимально близки к победе на этой карте. Удача повернулась к ним приличным местам, поэтому они могут себе сейчас уже позволить и порисковать, и умереть лишний раз, и ошибиться где-то. У них есть аегис, у них есть цирр, у них есть байбэки, то есть они все, в общем, у них фулл флеш рояль для того, чтобы побеждать. Да, нужно только сплит дождаться, чтобы бремастер опять ультанул, залетел, там кого-то подциклонил, подспейсил немножечко, пока Террорблейд с огромного рейнджа будет бить бараки. Бараки. Опасность я сделаю, кстати, РП потратили. Есть выход, это не его ясно делал, забирают. Можно развести на выкуп, но РП потратили, а вот заставить брюмастера выкупиться будет очень сложно. Как же красиво фантом как ретует. Это будет сложно, потому что еще две Т2 вышки стоят. По нижней стороне очень долго придется идти, там слишком много шансов, что их обойдут, заберут как-нибудь короче позицию и себе плюс поставят Infamous. А по другим линиям Т2 вышки еще очень все хорошо отпушено, там наверху вообще там рискуют они немного, потому что очень хорошо пробил линию. Плюс еще есть Глиф, и если вдруг брюмастер захочет выкупиться и выкупиться, то комплексы резко могут оказаться в такой незавидной позиции, когда им нужно отступать, потому что они там какие-то ресурсы потратили, а соперник со свежими силами идет в еще одна рапира. А байбек есть, да. То есть эта рапира будет просто в курьере. Если фантомка ошибается, умирает, она выкупается, забирает вторую рапиру. Да. Такая подстраховочка немножечко для АП здесь. Она ей понадобится, возможно. Просто нет слота. Блин, вот эта Санчиндьяша, она что-то так долго в инвентаре у схемы. Может, ну ее... Второй рапирос положить? Ну, либо второй рапирос, либо что-нибудь другое. Ну смотри, там флоритост набирают. Можно даже хекс купить. Вот просто взять и купить хекс. Я боюсь, что у нее сейчас на хекс и на байбек не хватит. Ну, уже да. Уже не хватит. Потому что рапиру вторую с кем купил. Ну, байбек плюс вторая рапира, конечно, важнее. Можно Санчиндьяшу оставить. Пока что. Но в перспективе, конечно, хотелось бы, чтобы с кем от нее избавился. Потому что это артефакт явно не для шестидесятой минуты и не для такой статей игры. Какой-то рядом с ней постоянно крутится. Я смотрю на всю игру. Наверное, подзабаговалась дота. Тоже что-то постоянно. Там, помню, там дарксиры горящие или там спектры горящие бегали по карте. Давно такого не видели. С дабл дэмэджем был. Кунка. Но был. Отступил, да. Он на крест себя предусмотрительно посадил. На случай неожиданных ситуаций есть хекс, есть яйцо. Яйцо, опять, бить даже не получится. Теретически очень хорошо. Тимада отзонили. Да. От своих союзников. Поэтому его должны убивать. Причем даже могут убить не один раз. Хотя Флотилия поехала. В Кащел он здесь эту способность. Да. Тут не очень удачно получается. Но Тимада попадает под очередной стан. Под очередной хекс. Тут еще и Папита пытается отзонить. Есть по нему лотос. Там еще задержали. В этот момент Гурмага сразу же забирает. Гурмаг байбэк. Это возвращается в бой. Один байбэк уже есть. А все остальные пока что без повреждений отходить пытаются. Получается ли? Да. Получается. Вроде как должны отходить. Пытается догнать кого-нибудь. Может на ветра подцепить. Этернал Ленви. Да. Не самая такая благодатная цель. Но вроде как он и Карлс уже прожимал. Но посмотрим. Хотя нет. Есть и Карлс. Есть отличный РП. Получилось прокатиться по нему. Это сразу же минус три персонажа. Но у них есть байбэк. И можно с ними справиться в случае чего. И найдут премастера. Найдут. Не нашли премастера. А у него телепорт. А ну придется подождать. И все. Нашли. Нашли. Это наш. Это наш. Говорит Зетфрик. Цепляет его в финсгрип. Ну и все. Прощай. Ну 4 байбэка есть. Сколько у Фантомки фрагов? 31 фраг. 31 фраг у Фантомки. Карл. 4 смерти правда. Но 31 фраг. Жесть. С кем конечно наклепал. Ну знаешь с рапиром не мудрено на Фантомки. Ну да. Игра такая тоже затяжная. Надо идти и заставлять соперника выкупаться. Обязательно. Они могут это сделать. Сейчас они полностью себе могут это позволить. То есть очень быстро упадет этот тавер. И если они не байбэк насут. То это будет стоить. Мало мало. Еще. Не не не. Пока еще задумались задумались. Тихо 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 тихо. Не тропи не тропи. Тихо. Фантомка подходит хай граунду. Сейчас если она покажется и начнет бить на три вышку. То выкупятся еще другие. Но сейчас пока еще рано. Фантомка тоже непроста. Фантомка с байбэком. Можно заставить. Обязательно надо заставить соперника выкупиться. Знаешь это прям какой то тест на стальные нервы от информации. Они решатся нажать или нет. Пока что еще держатся. Пока держатся. Собой может пожертвовать какой нибудь герой у которого есть байбэк. Расставить. Вот теперь надо байбэкаться. Вот теперь уже никуда. Сейчас они могут потерять сторону. А за другой стороны страшно ли потерять эту сторону? Сторону потерять не страшно. На самом деле. 44 секунды они могут оттерпеть. Они могут отдать 2 лайма даже если хотят. Фапита. Трон в комплекте не сломают за 40 секунд. Тут будет вспомнить. Опа. Вот это уже проблема. Прожал правда с кем свой Блэкинг Барс не будет чуть попроще справиться. Пойдут ли комплексы вторую сторону ломать? Да. Конечно же пойдут. Террорблейда нет еще 25 секунд. Титана нет 90 секунд. Это шанс сравнять еще с алайном. 20 секунд. Нужно держаться. Есть время. Очень быстрое падаюстроение. Но комплексы просто отходят. Неужели они отойдут? Да. Не получилось. Получилось это сделать? Они осознают то что у Титана нет байбэк и возвращаются и правильно делают. Ну как-то мне кажется что если у Титана был байбэк он бы его раньше прожил. Они знают. Они знают. Так он уже байбэкался только что. Да да да. Они знают это. Они записывают тайминги. Любая уважающая себя команда записывает тайминги байбэков. Это обязательно. И вы записываете ребята тайминги байбэков? Да. Знаешь вот чем порой мешает вот такая ситуация когда тебе муд дают в доте. Вот как раз вот ты не можешь записывать тайминги. То есть ну бери листочек. На листочек записывай. Да тогда бери листочек. Потому что так ты обычно в чат пишешь. Вот Тиманда в этом месте погибал. Вот это судьбоносное место. Он здесь и так же стоял ФК и он погибал. Вот это мне кажется плохое признаменование. Сейчас может что-то случиться. В комплексе. На лоу граунде. Их должны были видеть. У Скемберлоу уже есть байбэк. Футбайбэк у СПБКБ у него откатиться должно было. В инвизи панда придет. Вот там просто очень тонкий момент. Файт, который решит все по сути. Байбэков почти нет. Но есть самые главные байбэки у команды Infamous. Это байбэк на терраблейде. Но один терраблейд в поле не воин. Один терраблейд в поле не воин. Да, в поле не воин. Как мы знаем. Ты смотришь, там все ножами утыканы на месте, где убивал Скемберлоу. Посмотри, там вся речка. Нет, там еще на хайграунде штук пять, наверное. Ну 34 фрага. По всей карте 34 ножа где-то должно быть. Или даже уже 35. Он там Титана еще забрал. 32. Ой, у него 31 был фраг. Показал, что у него 34. Ну, в общем, да. Вот смотри, поле усеянная ножа. Очень много, да. Очень много, да. Очень много могил тут игроков Infamous. Берет себе SilverEdge. Тинни. Догрейживает. Догрейживает. Вот, кстати, скорость атаки взял себе овермаг для BloodLust, и это очень важно для тимата. Тут сила уже не решает. Если фантомка в тебя вгрызается, она, скорее всего, тебя убьет. Потому что рокнет крит с рапирой. Это фактически моментальная смерть. Даже для такого стойкого персонажа, как Огар. Ну, нет. Это BloodLust. Потому что он кидает BloodLust на условную терраблейда, и он начинает шпарить вообще как-то в себя. Ну, да, да, да. У него же альтернативный талант – это сила на 20 уровне. И ему нет смысла его качать, да. Потому что его моментально убьют. Попадаешь в РП – умираешь. Попадаешь под корабль – фантомка тебя с плашом убивает. Попадаешь под стан суперновый – скорее всего, тоже умираешь. Поэтому, конечно же, бафы терраблейда – это приятно. Блин, вот не хватает какого-то сильного второго кора. Вот вроде есть Тини, но он что-то… Что-то никакой. Что-то какой-то даут. Он 6, 9, 10 у него статистика. Он может, конечно, прыгнуть, дать стан, кого-то выкинуть, например, тоснуть. И, в целом, это самое полезное, что он может сделать. У него нет критов. Ему нужны криты, чтобы дать один удар и убить какого-нибудь героя. Криты очень сильно решают на Тини в таких играх. И до сих пор брюмастер не поднялся на 25 уровне. Это не очень приятно. На самом деле, очень много разведки какой-то он мог бы предпринимать со своим ультимейтом на 25-м. Но… Самое важное, что он может диспейлить импавер. Да. На 25-м уровне. Постоянно. Он постоянно кастует сплит. Постоянно у него есть дух бури, который дает диспейл, который убирает вот этот мощный баф. Дабл дэмэдж. Так, есть. Взял дабл дэмэдж, но это, видимо, будет стоить ему жизни. Пока еще живет. Нет, его просто возвращает назад. Не получилось в этот раз. Вот опять косяк. Очень, кстати, такой косяк забавный. Сразу же рефрешер жмет Энви, хотя можно было бы просто перегруппироваться. А что случилось? Да, его… Кунг его вроде как посадил на крест. Да, увезли. Магнус его вообще увез. Солнце поставили, думали, что будут с ним драться, а на крест он вернулся. Короче, глупость какая-то произошла. А Террордоид, кстати, забыл. Нервничать, нервничать. Просто, действительно, это очень важная игра для команды Infamous. В комплекте. Игра на вылет. Слот на мажор разыгрывает практически. Ну ладно, там еще до него далековато. Но, в целом, Скембрилл прожимает БКБ. Попит пытается… Снес с него 3 хп сразу же. И пытается теперь его пробивать. Тимата пытался это делать, но теперь его проконтролировали. Есть Айон Диск, какое-то время еще живет. И да, он просто отбивается. И очень больно Скембриллу ее. Он выкупается. Он новую рапиру сейчас берет и возвращается в файт обратно. И должен сейчас в полную силу продолжать драться. Вряд ли захотят драться. Правда, сюда телепортируется все-таки Пантомка. Это последний бой для комплекте. Снейкинг погибает. Лимбу тоже очень больно. Лимбу сейчас будет пробивать. Лимб может погибнуть. Лимб минус. Это третий байбэк от команды комплекте. Они сейчас будут продолжать драться. Наверное, сейчас у Infamous тоже не так много ресурсов остается. Хотя Eternal Envy очень быстро пробивает. А опять Лимб может погибнуть. Как же быстро он рассыпается. Лимб только что с байбэка. Его не нужно оставлять вот так вот погибать. И он умирает. Eternal Envy там сейчас загнется сам от иллюзии, которая его пробивает. И тут Буста уже есть литимады. Теперь он уже совершает рэмбэдж. Теперь он уже сулит эту карту. И вторую рапиру. Это ГК. Да, вторая рапира. Второе. Шанк свой тоже пролюбила. Она... Увы, увы. Но игра была забавной, конечно. Ничего не скажешь. Увы и ах. Потому что сейчас будет третья карта. Очень много ошибок как от одной, так и от другой команды. Но здесь Infamous оказались сильнее ГГ. Очень приятная карта была. Интересно было такое понаблюдать. Она сохраняла интригу до самого конца. Это, наверное, самое главное. Потому что в прошлой карте, которую мы смотрели, интриги не было совершенно. Да, тут взмыленные встают уже. Думаю, не слишком. Они сейчас в настроении улыбаться. Но все же... Они понимают, что им предстоит еще третья карта. Но вот комплекс, конечно, да. Они продолжают свои мучения в сомнениях, скажем так. То есть если проиграть и все, и на этом все бы закончилось. И так они еще будут страдать, думать, там, победят ли они на следующей карте. Сможет ли все так сложиться, что они переиграют. Потому что, ну, действительно много ошибок были от комплексити. Да, наверное, не стоило выкупаться на Фантомке. Ну, выкупаться-то, скорее всего, стоило. Просто лететь в эту драку уже не было никакого смысла. Там позиция потеряна. Хорошую занять именно, вот, позицию в тимфайсе ребятам из комплексити сложно. Потому что стоит в центре драки террорблейд. И лупят вообще по всем сторонам с этим талантом на рейншми-то морфозы. Вот это тот момент с крестом, там, где вернули, по сути, с под РП. Но это действительно уже был огромный фейл. Он стоил, по сути, карты команде комплексити. И мы передаем слово нашим аналитикам, которые побольше поговорят об этой игре. Спасибо нашим комментаторам. Невероятно крутая игра, дабл-раперосы, камбэки и все остальное. Очень красивые и интересные РПшки и странные моменты с форстафами или вообще непонятно чем. Отправимся к нашим аналитикам. Давайте с ласта начнем, спросим вообще, что происходило-то. Ужаснейшее исполнение, ужаснейшие ультимейты. То есть Феникс и Магнус как будто находились в двух разных играх и все делали, ну, как бы по одному. То есть мы ожидали увидеть какие-то РП, а потом под РП тут же кастается яйцо. И супер-вомбо-комбо, но в этой игре мы видели совсем другие вещи. А зачастую мы даже не видели ни яйца, ни РП и вообще ничего. Это была просто ужаснейшая игра. Катастрофа. Просто катастрофа. Холы сами на себя не похожи в этом матче. Ну, Энви как раз-таки похож на себя. Он тут такое иногда вытворял. Помните момент, ну, по-любому этот хайлайт попадет, там, где он на дефе на Икарусе залетает и просто умирает. Тут же укупается. О, Боже. Ну, вся игра складывалась так, что Магнусу нужно дать просто РП в одного героя в Троу Блейда. Если умирает ТБ, и если ТБ убивает через РП, через Яйцо, через Финс Греб, через корабль и через Бурство Антонки, то, в общем-то, дальше шансов у Информанс нет вообще. Но! Это было так сложно сделать. Дать РП в одного несчастного ТВ. И вот как рынок, как это по хайлайтам, я уверен, будет очень много моментов, где комплекте просто кидает свои сплы, там, либо по очереди, причем неудачно, либо там кто-то вообще не кинет свои сплы, либо кто-то где-то умрет неожиданно один. И самое забавное, это как потеряли комплексы и бараки. Стоит барак, выходит Информанс в маке и неожиданно просто погибает Магнус без байбэка и после этого в комплекте сразу же потеряют две стороны. Да, это было только начало эпик фейлов от комплекса. Это детская ошибка. На таком турнире так нельзя ошибаться. Даже Информанс, который, казалось бы, уровнем ниже, они за это наказывают. Да, но после такой игры можно быть в тильте. Потому что ты потратил столько времени, был настолько близок к победе, то есть они там в комплекте вели чуть ли не 20-25 тысяч в какой-то момент. И все равно проиграть, ну не знаю, не знаю. После такой игры нужно просто не брать супер бомба комбо, где нужно иметь хорошее командное исполнение, а лучше брать каких-то героев попроще. Вот, например, яйцо. Ну, что это за яйцо? Было и было. Просто прошел замес, да, там что-то все воюют и сражаются, бах, в конце яйцо просто встает. И сама Фантомка себя вообще не оправдала. Этот герой сейчас не Метовый, даже под Магнусом. Его вот так вот брать в игре на вылет довольно-таки важный. Ну, недооценили своих соперников определенно. Здесь можно было дефолтного. Фантомка не понравилась? Не понравилась. В смысле, с тем вообще сделал нереальное количество фрагов, у него к концу было 30 с лишним. Ну, потому что то, что игра так затянулась, это как раз таки вопрос Фантомки. Он срапирует и... 33 килла, 6 смертей, при том, что они проиграли. По-моему, он все сделал нормально и самый герой тоже был не так плохо. Вопрос в окружении его. Смысл в том, что они проиграли. А, окей, спасибо. Если игра затягивается, потому что у тебя кор не метовый или слабый, то... Хоть он 100 фрагов сделает, какая разница? Ты затянул игру, ты проиграл. Проблема не в исполнении РП, не исполнении, соответственно, Фениксом. Ну, допустим, это Магнус. Он просто стоит, фармит, фармит, фармит листов, бах, его пришли, убили, Магнуса нет. Это Мили? Это Милишник? Магнуса нет, они держатся 4 на 5, вот та самая история, про которую я рассказывал. Без Магнуса драться очень сложно. Яйцо где стоит, заметьте, оно стоит очень-очень далеко. Напомню, что еще в этом моменте Энвио вот так вот залетел и просто погиб на ровном месте. И это вот комплексити в этой игре, они играют просто ужасно. То есть вот в этой игре будто их подменили. Да. Но это только начало, там будут еще некоторые забавные моменты. Проиграть четырем Милишникам и Трэрблэйду, это надо уметь. Вот этот момент классный. Там где Reflection убивает Фантомку последним ударом, критом, а потом еще Энвио умирает иллюзия. Энвио развернулся, дал уны. Энвио как-то странно летел. Потом Магнус пошел собирать оба гемы, которые валяются сначала один на базе, другой на базе. Ну вот момент, как раз таки, по-моему, с РП, да? Да, с хорошим РП, как раз таки появился диван. У Фантомыча начала она разрывать лицо. Два раза убьют Тимада здесь после Егиса. Это один из многих замесов, где Магнус начал с РП и комплексит убили хоть кого-то. Начинаю с 30 минуты, это было не игра, один больше хайлайт. Иногда команды подфармили, но столько в драках всего происходило. Это жуть. Мне, конечно, приятно за таким смотреть, но очень много ошибок от одного от другого коллектива. Вот за этим приятно смотреть. Повелся ТБ, нажал. Да, если бегут. И если могут убежать. Если убегают. А если бы они пытались его убить, то... А, и вот здесь РП странный был. По-моему, вот этот момент как раз таки. Он не ожидал лотоса. Так вот здесь, да, влетает. И сейчас РПшечка Снэйкинга прямо в Тимада, я так понимаю. А нет, это другой видимо заход, да. Это второй до этого момента. Здесь Снэкинг старается добраться до ТБ. Ничего не получается. Да, просто пытается уйти. Яйцо поставлено. Но РП, естественно, не было. Феникс срывался. И, кстати, Феникс боролся как лев. Там давал по кулдауну хиксы. У него есть еще одна новая. Но Магнус, напомню, все это время имеет РП. И он не врывается. Ладно, он ворвался вот здесь. Да, вот здесь хорошо. Поздновато, как мне кажется. Несколько под ЮТО, под взрыв все дела. Все идеально сделали. Все идеально сделали. Здесь, на самом деле, могли пытаться идти и заканчивать. Но не пошли. Там будет момент. Вот оно, вот оно. Он вообще что не ожидал? Он вообще что не ожидал? Лотовся не ожидал. Слота стоимет все-таки. Вот, паровозиков. Ну, главное, Вовремя не поражает. А вот, кстати, уколов лотовся не было. Артефакт довольно-таки нужен против Раблэда. Что у него слопнуть. В каком-то ожидании РП. Угу. Какая фантомка вместе со всеми. Вот он заезжает в Магнус. РП вроде бы неплохо. Но вот по этой РП, давайте остальные кулдаун. Яйца все еще нет. Фантомка умерла, ты бы послопнулся. Фантомку там уже убили. Яйцо ставится, естественно, где-то вдалеке-вдалеке-вдалеке. Это вы просто идет убивать всю команду. И я думаю, что комплекс лучше брать что-то попроще. То есть вот эти вот комбинации, где они кидают свои скиллы по очереди. И в итоге от Яйца просто убегают и РП заходят в самом конце. Это, по-моему, опасно. Ну, в смысле, один файт проиграли, все-таки это не так страшно. То есть у них были хорошие драки. Нет, там было много файтов. Там было очень много файтов, где они проиграли. Я бы не сказал, что они прям вот просто очень плохо отыграли тем пиком, который у них есть. Я бы сказал просто, что в некоторых моментах они делали позиционные ошибки. Ну, там не показали момент, где просто ворвался Магнус первый. Туда сразу же поставил Юйцо Феникс. И они выиграли замес, по-моему, там что-то то ли в 5-0, то ли 1-5. То есть этого хайлайта не было. И вот таких замесов, к сожалению, мы не увидели вообще. Вот то, как должен работать их пик. Если этот пик работает не так, то есть если яйцо ставится и все просто убегают один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, то вопрос, нафига брать Феникса, если вот так вот ставить яйцо? Ну, потому что метовый классный перс, что-то я не знаю. Да, но нужно уметь играть, нужно уметь исполнять. Здесь то, что у нас минор, это же все-таки не Тир-1 команда. Да, я понимаю, но мне кажется... Зачем брать таких героев, если ты не можешь играть? Да, я понимаю, то есть вопрос не в том, что, ну, как бы, вопрос в том, что возьмите что-то попроще. Энви собрал Хекс, был замес. Энви такой влетает, дает Хекс, не ставит яйцо, в него врывается Тинни, убивает Феникса. Яйца нет. Зато парень Хекс собрал на Фениксе. Он всегда так собирает. Да, вопрос, но что мешает ему ворваться, дать Хекс и сразу поставить яйцо? Ну, учитывая, что там Тинни, которая просто его чуть ли не ваншотает. В итоге он погибает. Вот так вот всю игру. Не знаю, я после этого болею за Infamous. То есть Infamous набрали простой пик, но они реально набрали суперпростой пик. Просто идет брюмастер, куча жира, Тинни, куча жира. ТБ нажимает форму всех брев, пока четыре человека на передовой линии умирают. Это суперпростой пик, который легко реализовывается. А с другой стороны, что мы имеем? Мы имеем там РП в конце замеса, яйцо, где все убегают. И единственный герой, который боролся, это Фантом Ассасин. Но Фантом Ассасин в глубоком лейте очень трудно. Ванекс, вам против ТБ. Простота решает. Простота решает. В состоянии Тир-2 коллективов. Зачем себе усложнять жизнь? Брать героев, которым ты не можешь играть. Когда у врагов просто... Ты жмешь одну кнопку, получаешь импакт. Еще одну, еще импакт. Еще одну, еще импакт. Им намного проще просто выигрывать драки и играть в целом. Если бы играла какая-нибудь команда посильнее за комплексити, и они делали бы все покруче, тут бы и Фантомку себе реализовала, пару файтов, и все было бы классно. Я бы слова не сказал про этого персонажа. А так, нет. Не так работает. Ну, из позитива, с одной стороны, Dota будет сегодня больше, что, конечно же, хорошо. С негативной стороны, конечно же, то, что фанаты Na'Vi придется еще подождать часочек перед тем, как увидеть, конечно же, самую классную шпилку сегодняшнего дня. Это Na'Vi против Vega. Напомню, что она у нас будет вторым в Best of 3. А мы перейдем на паузу, вернемся к вам с третьей картой в рамках противостояния Infamous против комплексити.